Илья Пономарёв, депутат Госдумы Российской Федерации с 2007-й по 2016-й годы, создатель канала «Утро февраля». Илья, приветствуем вас. Добрый вечер. Приветствую. Ой, вот прям неуважение граждан Российской Федерации, да, вот прям вот многочисленное нарушение это, ладно, а вот неуважение к России и её гражданам, и это якобы является сегодня причиной для того, чтобы полностью блокировать Ютуб. Ну, наверняка это решение будет принято. Это первый вопрос короткий. Как вы считаете, всё-таки пойдёт ли Российская Федерация на это? Ну, тут наверняка важнее всё-таки, ну вот, примут это решение, будет блокировка. А тут важнее, а что далее? Поэтому вам адресую, пойдут ли на такой шаг всё-таки в Российской Федерации и в Кремле, и к чему это может привести. Ну, к сожалению, мне кажется, что решение об этом принято. Они долго его готовили, то есть разговоры, вы всё правильно сказали, там два года на эту тему шли. Но, по-видимому, технически они сочли, что сейчас они готовы. И вы видите, что они делают это постепенно. Они стараются, чтобы пользователи до формального отключения перешли бы на другие платформы. Поэтому сейчас замедление. Сначала замедление только десктопных версий. Потом начнутся мобильные, да, и всё это должно произойти за август, за такой сравнительно мёртвый месяц для того, чтобы уже, когда начнётся там политический сезон, тогда уже можно было бы нажать на рубильник. То есть, если бы это случилось два года назад, то там на улицах было бы очень много недовольных, несогласных и так далее. Сейчас очень большое количество людей из России уехало, и поэтому сделать это гораздо проще. За подписчиков Ютуб-канала «Утро февраля» не боитесь? За постоянных посетителей, зрителей? Что посоветуете? Как обходить? Как смотреть «Утро февраля» сейчас в Ютубе? Да, за подписчиков я не беспокоюсь, я беспокоюсь за просмотры, безусловно. И уже сейчас мы видим результат этого, потому что уже сейчас началось замедление, и у нас за месяц количество людей из России снизилось с 70 до 55 процентов. И это потеря, ну, какая-то из этого это совсем потеря, да, то есть, что люди не могут посмотреть нормально. Какое-то количество людей начинают пользоваться VPN-ом, и за счёт этого просто они перестают идентифицироваться как люди из России. Но при этом же мы видим, что ещё структура аудитории начала омолодеть. Это, скорее всего, означает то, что люди более старшего возраста не знают, каким образом обходить вот все эти блокировки, VPN-ы и так далее. И поэтому молодёжи получается, и только она и остаётся. Поэтому, конечно, это серьёзный для нас вызов, и мы сейчас активно думаем, как действовать асимметричными путями тут. И есть китайская версия Ютуба, есть другие платформы, есть, наконец, спутниковое вещание. В России, по крайней мере, так оппозиционное издание «Вёрстка» утверждает, что Россия попытается заменить Ютуб. Я не очень понимаю, как это можно сделать, видео с сервисом ВКонтакте. Об этом уже свидетельствует, опять же, утверждает издание, намерение загрузить все русскоязычные видео с Ютуб в сервисы ВКонтакте. На самом деле это происходит действительно уже не с сегодняшнего дня. Информация происходит с осени 2024 года. Напомню, что ВКонтакте под контрольной сервисом российским властям. Да, соцсеть возглавляет Владимир Кириенко, сын заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Да, и мы можем утверждать, вот различные ИПСО, которые продюцирует и сам Кириенко, и то, что происходит, это понятное дело. Но, окей, можно это сделать, да, даже технически, возможно, это получится сделать. Но ВКонтакте, это же только для россиян, судя по всему. А наверняка вот те блогеры, о которых вспоминали в нашем материале, это же им необходимо, чтобы их смотрели не только в Российской Федерации, им необходимо, чтобы их смотрели, да, и в других странах, даже те, которые показывают там условно, ну, не политические какие-то аспекты, а показывают условно свою жизнь и монетизируются, и получают какую-то прибыль. Поэтому хочу у вас спросить, насколько вот этот переход ВКонтакте, нет, неинтересно, как он отобразится на жизни российских блогеров, а интересно, как это отобразится на том контенте, который сегодня продуцировать может та же сеть ВКонтакте. Ну, вы совершенно все правильно говорите. YouTube, вообще вся эта продукция, это давно бизнес, причем достаточно хороший бизнес. И я бы обратил ваше внимание, что за последний год, полтора, в России было еще очень много судебных процессов по неуплате этими блогерами налогов. То есть они воздействовали на эту среду не только техническими способами, но еще и вот такими методами чисто экономического характера. В остальном, ну, людей подталкивают к выбору, чтобы они решали, что они хотят делать. Потому что в любом случае на Россию и для российских блогеров монетизация YouTube закрыта. Это там для того же утрофеврля у нас очень большая проблема, потому что YouTube становится просто невыгодным показывать свои рекомендации для пользователей, которые находятся на территории Российской Федерации. Они не показывают там рекламу, они зарабатывают денег, так зачем же, соответственно, этим заниматься? Поэтому те люди, которые остаются в России, они должны либо маскироваться, были уже давно, да, с 22-го года, под иностранных блогеров там в других странах и получать свои деньги там. Ну и работать, соответственно, на аудиторию нероссийскую. Или, наоборот, замыкаться внутри России. Ну тогда для этой монетизации ВКонтакте прекрасно сработает, в чем проблема? Еще один момент. Вот Лайла говорила о Телеграм, да, видеохостинг... ВКонтакте нет, это ВКонтакте. ВКонтакте, да. Ой, какой ты древний, не помнишь уже. Вот еще одну замену YouTube, его уже называют убийцей YouTube. В России придумывали так называемый хостинг-платформа. Мы на днях говорили с IT-специалистом. Михаил Климарев говорил, что это, извините за выражение, полная лажа. Там модерация хромает. И чтобы видео, которое ты выкладываешь на этот хостинг, появилось в эфире, там нужна целая неделя. То есть одно дело запретить, другое дело что-то предложить. Ну, опять же, там предлагаются какие-то пропагандистские ролики, что-то такое кулинарное, ну, совсем неудобоваримое. Ну, как вы думаете, вот в плане компенсировать YouTube, Роскомнадзор, может чем-то? Или все-таки люди будут стараться всякими правдами и неправдами выходить на тот самый старый добрый YouTube? Ну, вы понимаете, я как человек, в общем, не посторонний IT-миру. Я считаю, что все вопросы решаемы. И когда-то делался сервис YouTube, мы знаем, что он был убит в результате хакерской атаки. И есть разные соображения, откуда произошла эта хакерская атака. Я думаю, что природа ее сугубо внутренняя и, что называется, конкурентная. Но этот сервис был абсолютно готов для того, чтобы заменять. Он был просто точным копикетом YouTube. Только для того, чтобы он начал выполнять эту функцию, надо было ее очень сильно накачать деньгами. Как с технической стороны, да, для того, чтобы можно было загружать большой объем контента и не было бы соответствующих провисаний, то, что нужно было дейта-центра делать там по стране и так далее. С другой стороны и сам контент, да. То есть, соответственно, надо было заманивать людей, которые бы на нем делали свою продукцию. Но вот его убили, я думаю, что не случайно в результате таких-то внутренних стычек. То, про что идет речь сейчас и ВКонтакте, и там разные другие сервисы, ну, это такой палеотив, потому что у них функционал другой. Это не точные аналоги YouTube. Поэтому насколько пользователи будут этим пользоваться, ну, конечно, если ничего другого не будут, то будут пользоваться. Соответственно, куда деваться. Ну, какая-то часть будет сидеть на VPN-ах и там работать на Западе. Потом и это прикроют, потому что они сейчас в России очень активны. И VPN-сервисы тоже глушат. Половинный россиян пользуется YouTube ежемесячно. Это официальная информация, об этом сейчас и Bloomberg пишет. Но это информация от мониторингового сервиса Mediascope. Поэтому хочу вас спросить. Вот вы сказали, действительно, кто-то воспользуется VPN, да, кто-то воспользуется еще какими-то возможными там обходами, кто-то попытается найти вариант, как все-таки просматривать тот или иной продукт, который сегодня, да, можно посмотреть благодаря сервису YouTube. Но, скажем так, это тоже, ну, скажем так, ну, вот заблокирует и пройдет, скажем так, пройдет время. И об этом и в Российской Федерации, и те пользователи, которые смотрели, ну, не то чтобы забудут, ну, каким-то образом свыкнутся и будут продолжать, ну, жить так, как и жили. Я почему спрашиваю, вот Ольга Круносова говорила, что, возможно, это приведет к каким-то потрясениям. Я не знаю, честно. Я не думаю, что здесь будут какие-то особые потрясения, потому что то, что сейчас происходит, происходит сознательное разделение аудиторий и их окукливание внутри друг друга. Вот это так же, как происходило с Facebook. Пользуются ли в России Facebook? Ну, кто-то пользуется, но им и до этого пользовались меньше, чем ВКонтакте, а сейчас там соотношение, ну, там, 1 к 20, там, 1 к 30 по пользователям Facebook и ВКонтакте. То есть есть люди, которые сидят в Facebook, отщепенцы разные иностранные агенты, и им сочувствующие. Но это же как раз то, что и нужно добиться Кремлю, чтобы эти аудитории не пересекались, чтобы они безраздельно царили в той среде, которая им интересна, которая для них важна, и изолировалась среда нелояльных. Потому что весь смысл всех социальных сетей, всех этих онлайн-технологий в перекрестном опылении, что, то есть, одна часть общества разговаривает с другой. Но если этого диалога не будет, то, соответственно, задача Кремля решена. Илья Владимирович, спасибо, что присоединились, решали с вами проблемы с Ютубом. Я думаю, вы решим, решим в положительном для нас ключе. Всего вам доброго, рады видеть всегда вас на Фриде. Ну, как будто как в Кремниевая долина, ты так сейчас сказал, вы решим вопросы. Ну, хорошо. Порешаем, порешаем. И с вами тоже, в том числе, Илья Владимирович. Илья Пономарев, депутат Госдумы России в 2007-2016 годах, создатель канала «Утро февраля», был на связи со студией телеканала «Фридем». Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Субтитры создавал DimaTorzok